Почему? Почему Fallout 76 шедевр, друзья? Мнение после сотни часов от канала Мистер Кэрт! Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, поехали! Друзья, зацените мой гайд «Самый лучший лошник» в Skyrim. Спешл Эдишн! Ссылочка внизу, потом посмотрите обязательно. Ну что, вернёмся к Fallout 76. Боже мой! Это что-то невероятное! Данная игра вызвала у меня такие чувства! Вам просто не передать. Bethesda просто так тонко подошла к этой игре! Так офигенно! Знаете, что мне нравится в компании? То, что они постоянно делают что-то новое, что-то дополняют. Это тот же самый Fallout 4, но не тот же самый! Нифига! Здесь есть режим выживания, который вы не можете отключить, друзья. Не можете! И это офигенно! Ты просто ощущаешь этот режим выживания! И тонкую грань, понимаете? Вы можете себе, да, вы можете её усложнить, не качая выживания. Пожалуйста! Вы можете также её не качать. И это просто... Вау! Вкидывать какие-то в другие перки. Ну, я себе сделал тут просто ассасина-убийцу, который исследует мир и всё в скрытности. Ну, это классно! Если ты играешь один. Я, честно говоря, люблю играть один, да. Также, также вы можете играть толпой! И тут есть специальные перки для этого! Боже! И вы их можете менять! Как же это офигенно! То есть, вы играете с друзьями, да? Вы хотите поиграть с друзьями... Тут никого нет. Боже мой, я хочу наверх! Туда можно добраться! Вы хотите поиграть с друзьями? Пожалуйста! Играйте с друзьями! Вы просто меняете карты в перках! Карты в перках! Всё! Это гениально! Лично я считаю... Боже мой, как удобно! Не надо заново качать своего перца с самого начала! Не надо! Просто не надо! Слушайте, а как тут отобраться? Как-то можно! И я считаю, это просто вау! И это тонкая грань! Да! Если тебя убили... Ты появляешься там же! И не парись об этом! Также ты можешь связаться с другими игроками и поиграть против них! Боже, я играл! Это вообще... Вау! Ощущения! Первые часы! И знаете, какую тенденцию я заметил? Люди! Люди, которые начинают играть в Fallout более масштабно в первый раз и только в 76! Они просто в восторге! Ну, простой пример. Это Джейден, которому я показал. Он там сейчас уже 90 уровня. Я не знаю, как можно докачаться до того уровня, но я думаю, он много, много времени, очень много времени в него гоняет. Да, он не сильно много его записывает, потому что сейчас это не хайпово, типа, знаете... Все сразу зафукивает, никто не смотрит в основном, но черт! Боже мой! Боже мой! Маленькая какая-то история, и если ты будешь присматриваться к мелочам, ты можешь найти невероятное сокровище. Или какие-то пасхалки очень крутые. И именно это, именно это, и еще дофига всего засасывает тебя. Просто с головой! С головой! Мне, не знаете, кого напоминают? Те, кто сейчас бомбят в интернете по Фоллауту. Я там смотрю ролики в топе. Боже мой! 30 лет там что-то Бефезда потратила зря! Боже мой! Какая туннельная игра или еще что-то! Мне эти ребята напоминают бабушек, которые на лавочке... Вот сейчас бы Советский Союз! Вот сейчас бы Советский Союз! Нет, друзья! Данная игра! Данная игра делается для нового поколения. Ну, хотя мне 32, а мне игра так зашла, что я просто офигеваю! И не за что бомбить! Просто, да, да, возможно, многих такое впечатление, потому что игра довольно требовательна. И некоторые говорят, слушайте, ну что тут, графики в основном нету, а игра такая требовательна. Потому что, потому что, друзья, они проработали насчет мира. Открывается огромный мир, и он классно прорисовывается именно вдаль! Это очень, очень требовательно для процессора, друзья! Как ни крути! Очень! И, конечно же, Бефезда сейчас работает и на оптимизации, и на тем... Да, о, кажется, я нашел дверь. Лифт. Были-были глюки, были какие-то вылеты, но черт! Это вообще ничто! По сравнению с этим миром! Ух ты! Боже мой! Вы просто посмотрите на этот огромный мир, который нужно исследовать! Столько всего неизвестного! Столько всего интересного! И я, честно говоря, не знаю. Большинство просто, знаете, сейчас как массово. Некоторые ребята просто не играли в игру, не почувствовали. Посмотрели диссы на нее, и... Фу-фу-фу, да, действительно! Да, мы верим твоему мнению! Да, действительно, игра фу-фу-фу-фу! Но это совершенно для нового поколения! И не нужно ее сравнивать! Понимаете, Fallout New Vegas это совершенно другой шедевр! Другого времени! В свое время он наделал шума! Только зачем? Зачем опускать данную игру? Потому что вы в нее не поиграли? Да? Вы что, серьезно, черт? Нет, нет, я знаю почему. Потому что это хайпово! Вы так боитесь, что кто-то что-то не так скажет? Неужели вы не можете чисто от сердца? Ну, вам понравилась игра? Я даже видел ребята, которые писали диссы. Но продолжать не играть! Продолжать не играть! Да, 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 да. Надо для того, чтобы опять искать какие-то баги и об этом рассказывать. Боже мой, как меня бомбят новости! Геймеров! Это просто мусорки какие-то! Я считаю, что именно в Fallout 76 любые баги! Это плохо! Это просто плохо-плохо-плохо-плохо-плохо! Зачем? Вы хотя видели в каких-то новостях, где за Fallout 4 пишут что-то хорошо? У меня такое ощущение, что просто их купили какие-то конкуренты на D2, например, и просто игру зафукают. Просто им вот такой вот диск. Игра просто невероятная! Да, да, давайте по поводу минусов. Потому что я за, 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 за. Есть минусы, конечно же. Минусы самые жесткие, какие у меня были, когда он меня убивает и меня переключает на другой сервер. Я не могу забрать свой руль. Ну, 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 да, обидно, потому что ты сейчас поиграл, не смог пойти домой, и там что-то нужно было опять скрафтить, и, и все полетело к чертям. Ну, у меня такое было за сотни часов. Ну, сколько? Раза три-четыре. Что? Да, друзья! Раза три-четыре, и все! Также, какие еще были у меня? Были еще такие, что взорвалась бомба. Мы полетели... Ха-ха-ха! Ой, помню, меня тоже бомбило. Мы полетели убивать эту зверожога-матку. Самую крутую, ее очень долго бить. То есть, представьте, 10-15 чуваков начинают ее бить, 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 бить. У всех самые прокачанные пушки. Мы добиваем просто до... Одной трети. И меня выбрасывает. И загружает на новый сервер. Вот это меня бомбило. Потому что я был маленького уровня. И если бы мы ее добили, то мне бы там, наверное, сразу уровень капнул. Потому что, ну, это очень много опыта. Просто он сразу делится на всех, и он очень большой. Слушайте, мне кажется, как-то можно наверх попасть. Да! Ой-ой-ой. И черт! Этот мир, который ты изучаешь. И постоянно разработчики что-то прячут от тебя. И это так классно! Ты можешь забраться на какую-то крышу и что-то найти. Ну, тут ничего нету, в принципе. А, нет, смотрите, видите? Ничего нету, но... Ооо! Вы посмотрите! Как это мило! Боже мой! Да, вот об этом, друзья! Вот об этом! Это мелочи! Но, черт, как же приятно! Это какая-то пасхалка! Явно дело! Игрушка, молоток, соль и яйца смерти. Кстати, с этого можно приготовить очень вкусненькую няшечку. Офигеть! Да, друзья! Fallout 76 это шедевр! Лично для меня! Я хочу вам, как бы, знаете, сказать, что... Не ставьте ложные мнения! Сначала поиграйте, а потом уже... Решайте! Но мне, друзья! Мне на самом деле немножечко все понятно! Ну, во-первых, смотрите! Почему так много диза? Да потому что игра очень, очень, черт, требовательна! Если у вас какой-то i3T, но это тоже неплохой процессор, особенно последнего поколения, то в любом случае, в любом случае игра у вас будет тормозить. И все! Она плохая! Она тормозит, она плохая! Да, друзья! Я играю на i7 и процессор видеокарты у меня 1080 Ti. Я как бы могу не жаловаться, потому что она не минифризит, но тем не менее даже было иногда очень редко! Но не будем забывать, игра на ранней стадии! На ранней стадии! Ого! Ой-ой-ой! Чувствую, сейчас я отгребу! Оооо! Ого, смерти! И, конечно же, многие игроки, которые скачивают себе, устанавливают и такие... Черт, у меня же i5! А игра тормозит! Какого фига? Да, друзья, игра требует i7, если вы хотите играть на высоких ультра-настройках. Я все на ультра. Не заметят? Ага, не заметят уже! Отстань! Корешок на корешок! Получай! Да, и, конечно же, за счет того, что игра очень требовательна, не слишком много людей в нее смогут поиграть полноценно и нормально. Соответственно, все будут писать диссы. Боже мой, боже мой, какая плохая игра! Да, друзья, время фоллаута первого и второго, конечно, давно-давно закончилось. Ну, зачем? Люди, которые, ну, знаете, именно в фоллаутах довольно давно такие коренные, коренные ветераны фоллаутов и сейчас пишут такие гадости, такие черт гадости, что мне просто за них стыдно, что, черт, мы живем на одной планете Земля. Серьезно. Ну, не нравится вам данная игра. Ну, играйте в что-то другое. Ну, они продолжают играть в фоллаут 76. Покупать постеры и нормально. И бомбить. Как это лицемерно? Боже мой. Или я не знаю. Это просто хайп. Знаете, это хайп и они теперь, они как бы написали дисс, и хоть им, знаете, понравилось, но им надо, надо как бы постоянно держать свою марку. Плохо, 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 плохо. Ежа, независимо, говорит, что это для меня шедевр, потому что, если бы игра меня не зацепила, я бы ее купил, я бы в нее не играл. Это как бы логично. Понимаете? Да, да, я видео в основном не выпускаю, я там 2-3 видео выпустил по фоллауту и все, все скажут, да, ты все равно играешь в Skyrim. Нет, друзья, я очень много, очень много играю в фоллаут. И четвертый, не знаю, четвертый, когда после этого заходишь, конечно, графика сразу меняется. Ну, когда ты играешь долго в Fallout 76, ты на это вообще не обращаешь внимания, потому что это проект больше как под онлайн. Но, тем не менее, черт, есть выбор. Ты можешь играть сам, независимо. Ну, не хочу играть с ребятами, я хочу сам поизучать этот мир, потому что он огромен. Он в 4 раза больше. Вау, черт! Опасно. В 4 раза больше Fallout 4. В 4. И это чувствуется, мать его. Я пробегал уже очень много времени. До сотни часов я пробегал. И до сих пор я не все открыл. Знаете почему? Потому что тут локации обновляются. И хочется лутать все заново и заново. Одни и те же локации, черт! Да, друзья! Я не знаю, как Bethesda к этому додумалась, но это гениально. Никого. Блин, ребят. Так что... Оу, черт! Вот она! Вот, отстань! Отстань, отстань, отстань! Отстань, 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 отстань! Так, давайте заберемся на крышу. Так, на крышу туда не заберусь. Вот сюда. Вот сюда. Так, куда дальше? Ух ты, мамочка! О, а чё у неё полной жизни-то? Ууу! Какая-то вкусняшка. Боже мой, что это такое? Вы зацените! Офигеть! Скелет какая-то, голова, цветы, очки. Вот, друзья. Вот эти вы... Поехали-поехали-поехали! Ой-ой-ой-ой-ой! Рассыпаемся-то как? Да, потому что я там прокачал себе скрытые атаки, которые наносят в два с половиной больше урона. Плюс, если у меня глушитель... Воу! Воу! То я наношу ещё больше урона, только скрытности. И чёрт! Ваша прокачка! Ваша прокачка! Это отдельное нужно видео делать, потому что... Очень всё интересно. Это история, которая здесь случилась. Кто-то кого-то обнимал и... Всё. Довольно много багов, друзья. Я замечал, когда с кем-то играл. То кто-то не подключается, то нужно переходить. Да, в этом я согласен. Ещё нужно работать. Ну, я уверен, что Бефесда доведёт Фолочь до того уровня, когда... Ух ты! Золотые жилы. Вы посмотрите, сколько тут всего! Золото! Это да! Высоковато. Да, мы забрались на это дерево. На самый чёрт вверх. Этот мир, который манит тебя, манит тебя исследовать его. Собирать хлам. Да, бесконечно собирать хлам. Да чёрт! Это не надоедает, ребята! Потому что постоянно открывается что-то новое. Ты строишь свою базу, тебе нужно постоянно какой-то крафт. Есть простой крафт, есть более редкий крафт. Кстати, если вы качаете удачу, то вам попадается всё... Всё более-более-более качественный и редкий крафт чаще. Это я заметил. Потому что удача у меня на максимум. По поводу прокачки тут вообще огромнейший выбор. Хочешь, качай танка. И бегай в силовой брене, просто кроши всем лицомолотом. Хочешь, прокачай ниндзю. И вскрытности. Вскрытности развали всех. Они даже не поймут, что случилось. 59 уровня. Тут главный. Всё. О, смотрите. Какой-то игрок. Давайте поздороваемся. Ой, не то. Привет. Привет. Игроки в основном все классные. Никто с тобой не собирается драться, если ты первый не начнёшь. Потому что тут довольно хитрая система. Если ты на кого-то напал, то даже если у тебя какой-то высокий уровень, 50-й, а тот там 20-го или 30-го уровня, то у тебя очень сильно проседает твоя броня. И ему намного легче тебя убить. Намного легче. Почему игроки особо не дерутся. Также вы можете просто-напросто договориться и сыграть друг против друга. Тогда всё на равных. И очень интересно. Друзья, напишите. Напишите ваше мнение. Только независимое ни от кого ваше мнение. Если вы играли в данную игру, пожалуйста, напишите то, что вы вот чисто от сердца, а не от того, что вы у кого-то что-то услышали и кому-то что-то не нравится. Будьте с собой. Имейте собственный стержень. Понимаете? Это самое главное. Напишите. Если же вам она не нравится, то напишите почему. Сколько вы поиграли и почему вы считаете, что она плохая. Пожалуйста. Но я считаю, что данная игра это что-то совершенно новое. Что-то уникальное. Что-то офигенное. Игра мне очень понравилась. Но я предупреждаю, что она очень требовательна. Ой-ой-ой. Убежище 94. А как же тебе открыть? Убежище. Как тут волшебно. Чёрт. Ладненько. На этом всё. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Потому что в будущем будет много. Много Fallout 76. Пока, друзья. Пока. И счастья вам. Большого-большого.